Девушки отдыхают 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 В 2013 году через бюджетную систему области перераспределено 16% полового регионального продукта в виде налоговых поступлений. Из них передано в федеральный бюджет 48,9 млрд. рублей или 31% всех налоговых поступлений, а в области оставлено 108,9 млрд. рублей или 69%, в том числе и в основном бюджете 82,8 млрд. рублей налогов. Основные экономические показатели, которые повлияли на доходную часть бюджета и которые были взяты за базу при формировании бюджета в 2013 год, это прибыль прибыльных предприятий, фонд оплаты труда и выпуск подакцентной продукции в целом за год перевыклонен. Прибыль при плане 162 млрд. рублей на 10-е факт составил 167,7 млрд. рублей, рост к 2012 году на 4%. Фонд оплаты труда при плане 354 млрд. рублей фактически составил 354,2 млрд. рублей, к 2012 году прирост к 15%. Объем подакцентной продукции при плане 31,6 млн. декалитров фактически составил 37,1 млн. декалитров. Это 117,4 млрд. рублей, но в основании 2012 года снижение составило 0,5 млн. декалитров. Продолжение следует... 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 В результате, поступлению налога на прибыль за 2013 год практически равных поступлений за 2012. И даже ниже на миллиардов, 10-е налогов, поступивших на 50-е годы. То, если налог на прибыль, прослеживается отрицательная динамика, несмотря на рост обellок с прибыльями при мировых приятиях. Сразу такую справку дам. В КДН А в России созданы 15 групп, и в 9 групп прошли 45 наших организаций. В основном это Лукоил, Газпром, Мегафон и так далее. И по нашим оценкам мы потеряли за 2012 год 5,9 миллиардов рублей, в 2013 год их оценка составляет 6,1 миллиардов рублей. Также изменение федерального законодательства негативным образом сказали о поступлении других налогов. В результате первоначальных прогнозов на налогов доходов был сокращен в ходе исполнения бюджета на 7,8 миллиардов рублей на 9%. В цели компенсации выпадающих доходов в правительственном области осуществлялось самодействие с крупными налогоплательщиками, были изысканы резервы по другим налоговым и налоговым источникам привлеченных в бюджет области дополнительных средств из федерального бюджета. Если первоначальный план поступлений из федерального бюджета составлял 9,3 миллиарда рублей, то угощенное 18,3 миллиарда плюс 9,1 миллиарда рублей. Кроме того, на покрытие дефицита бюджета были крыльчатые кредиты по 1,4 миллиарда рублей. Снизу от половины на строительство дороги 7,1 миллиарда на покрытие дефицита на 3 года. Налоговые доходы получены в армию 108,1 миллиарда рублей. По сравнению с 2012 годом увеличились на 8,6 миллиарда рублей. За счет роста налога на доходы физических лиц на 5,3 миллиарда рублей, налога на имущество 1,1 миллиарда рублей и акцизов 1,7 миллиарда рублей. Неналоговые доходы получены в сумме 10,8 миллиарда рублей. По сравнению с 2012 годом увеличились на 1,7 миллиарда рублей или на 19%. Рост произошел в основном за счет увеличения доходов от аренды земли и продажи права аренды земельных участков. Прирост в 518 миллионов и от штрафных санкций. Прирост в 381 миллион. Недоинка по налогам консолидирования бюджета по сравнению с 2013 годом увеличилась на 8% и составила 2,993 миллиона. Более подробно о работе с недоинкой вам доложит руководить управление Генеральной налоговой службы по области. Расходы консолидированного бюджета осуществлены в сумме 150 миллиардов рублей. То есть 95% от плана. И они выросли по сравнению с 2012 годом на 7,1 миллиарда рублей или на 5%. На социальную сферу направлено 67% всех расходов или 100 миллиардов рублей. Величение расходов произошло прежде всего за счет роста расходов на оплату за руководительные бюджетные сферы. На этой цели направлено 35% всех расходов консолидированного бюджета в сумме 52 миллиарда рублей. Это на 10 миллиардов рублей больше, чем в 2012 году. Дефицит консолидированного бюджета ранен 10,7 миллиарда рублей. Это в том числе и дефицит областного бюджета 9, что не превышает предельно допустимый уровень установленных бюджетным кодексом. Дефицит местных бюджетов 1,7 миллиарда рублей, 2,5 по городскому округу Нижний дом. Совокумный государственный и муниципальный долг на начало 13-го года составил 63,4 миллиарда рублей. В том числе и государственный долг Нижегородской области 56 миллиардов рублей и муниципальный долг 7,4 миллиарда рублей. Но я хочу сказать, что это начало 14-го года. Просроченной кредиторской задолженности по областному бюджету нет. А в муниципальных районах и городских округах области она составила 8,4 миллиарда рублей. И по сравнению с 2012 годом сократилась на 4 миллиарда рублей и на 30%. Оставки задолженности у нас просрочены имеют Высунский район 5 миллиардов рублей, Стовский 1,6 и город Зарцамас 1,2. По заработной плате с начислением просроченной задолженности у нас уже на протяжении ряда последних лет отсутствует. Теперь непосредственно в областном бюджете. То есть мы исполняем тот закон, который будет принят в законодательном собрании. Заход об областном бюджете. Первоначально областной бюджет на 2013 год был подтвержден по доходам в сумме 101,6 миллиарда, по расходам 109,2. За 2013 год было принято 11 уточнений бюджета, которые были связаны прежде всего с изменением прогнозов по налоговым доходам и объемом безвозмездных поступлений с федеральным бюджетом. Необходимость увеличения расходов на повышение заработных платов работников в бюджетной сфере, а также обеспечение софинансирования с федеральным бюджетом организма и предприятия в области здравоохранения и образования и сельского хозяйства. Фактически доходы областного бюджета составили 105,9 миллиарда рублей. Это сто и одна десятая уточненного плана. Расходы произведены в сумме 114,9 миллиарда рублей, что составляет 96% от плана. Фактический дефицит, я повторюсь, 9 миллиардов рублей, в рекламном образовании 14,3 миллиарда рублей. Доходы по сравнению с 2012 годом выросли на 5,2 миллиарда рублей, расходы выросли по сравнению с 2012 годом на 3,5 миллиарда рублей. Структура доходов областного бюджета выглядит следующим образом. Налоговые доходы составили 7,8,2% полученного объема 82,8 миллиарда рублей. Неналоговые – 2,6% и получено в сроке 2,8 миллиарда. Всего налоговые и неналоговые доходы исполнены на 180,8% уточненного плана. Он план уточнялся в течение года несколько раз. Безвозмездные поступления в основном из федерального бюджета составили 19,2% общего объема доходов в бюджет областного бюджета. В сумме 20,3 миллиарда рублей. Кроме следствия собирального бюджета у нас есть некоторые поступления безвозмездные от организаций по работе. Налоговые доходы по сравнению с 2013 годом увеличились на 6,1 миллиарда рублей. Налоговые на 0,6 миллиарда и на 27%. Расходы областного бюджета в зависимости от социальной значимости расходов лимита бюджета.